Господь у нас принял крещение, по-моему, вчера, и это было 2000 с небольшим лет назад. Ну давайте примем крещение и омоемся в этом бассейне. Если у нас, значит, дома, будем говорить, на родине своей, идут повсеместные крещенские купава, так давайте скупнемся и в турецкой воде. Ну давайте. Проведем купава. Ну что ж, я это сделал, вы это сделать должны обязательно. Итак, на дворе, 20 января. Ну не сказать, что я любитель тонизирующей водички, безумелых рук банщика и 100 градусной сауны. Комплекс GBG Country Club поражает уютностью какой-то. Если честно, вообще нет желания выходить далеко за пределы. Гигантские размеры пятерок иногда так досаждают, а удивление при выходе на переполненный пляж достает. Здесь даже в сезон нет 50% загрузки. Места и спокойствия хватает всем. Но ни в одной пятерке, и даже в Ксенаду, и даже в Риксосах нет таких размеров номеров. А учитывая, что это не номер, а ваша квартира, уровень сервиса внутри, контролируйте сами. В любом супермаркете и четырехкамерные холодильники, и плазма до двух метров в четыре раза дешевле, чем у нас. А мегаваттный солярий и круговая панорама Средиземного моря и Таврических гор предоставляется бесплатно. Так, для того, чтобы понять, как все это выглядит, мы поднялись, в общем, на пентхаус. Максимальная длина магнитогорского, допустим, балкона, это, ну, пять метров. Это я что-то загнал. Здесь сколько длина этих балконов? Так, общая длина балконов около 35 метров вокруг. То есть мы можем спокойно утром позагорать, понаблюдать вот эту замечательную панораму. Что мы здесь видим? Так, это банановые плантации. В данный момент отходит сезон. Видите, собратите внимание, мешочки. Скоро начнется сбор бананов аланийских. Это королевские бананы, это символ Алании. Далее. По-моему, это все-таки то самое сельское хозяйство, которое нельзя застраивать. Здесь панорама это будет всегда? Панорама всегда, правильно. Просто на территории Турции, в том числе и Алании, не везде можно строить. Есть места, где можно углубляться в почту максимум на 30 сантиметров. То есть что-нибудь посадить. А вот это что за горы, которые мы видим? Это горы Тавр. Пересекая Индию, соединяются с Гималайами. Сколько площадь вот этих замечательных пентхаузов? Так, общая площадь пентхауза вместе с балконами 240 квадратов. А сколько стоит? 145 тысяч евро. Угловой пентхауз. Есть еще центральный пентхауз. Они стоят на 5 тысяч евро дешевле. Сколько комнат здесь все-таки? Так, 4 плюс 1. То есть 2 спальни на верхнем этаже, 2 спальни внизу, плюс зал с американской кухней. Вот так вот. А внутренняя отделка? Так, внутренняя отделка, конечно, включена в сумму стоимости квартиры полностью. Это отделка гипсом. Это полностью кухня без бытовой техники. Плюс кондиционеры. Плюс кондиционеры. И все, что вы сейчас, конечно, видите. Исключая мебель. А если мне сильно захочется? Если не захочется, то, пожалуйста, выезжаете вместе с сотрудниками в мебельные магазины, грубо говоря, или же включается бытовая техника в сумму стоимости квартиры, это уже торт непосредственно, я вам скажу, с мистером Ахметом. Есть ли смысл, допустим, и вообще покупать, ну, личный дом, личную виллу? Либо вот здесь инфраструктура, как она развита? Ну, так, теперь намного выгоднее покупать комплексы. Все это понимают. Все понимают. Если кто-то, может быть, обжигался и так далее, в принципе. Но вилла это для отдельной, как бы, семьи. За виллой нужен присмотр, присмотр, когда вы уезжаете и так далее. Есть, конечно, виллы в комплексах, но это невыгодно. Там очень большие годовые платы за комплекс. До тысячи, до тысячи двухсот евро, понимаете? Поэтому многие предпочитают просто комплекс, двух-трехкомнатную квартиру с бассейном, с фитнесом, с критерным бассейном и так далее, с парковкой, понимаете? И минимальные платежи 400 евро в год. В принципе, я считаю так. Телевидение, в отличие от журналов про макашек, позволяет А. Увидеть Б. Услышать И не только мнение автора И Ц. Пощупать реальность Вам предстоит собственный опыт. Для соблюдения пропорций и сравнения возьмите свою видеокамеру и без широкоугольной линзы попробуйте снять свою собственную 40- или, в лучшем случае, 80-метровую квартиру. Мы не применяли ухищрений НТВшного квартирного вопроса, который, надев линзу типа «Рыбий глаз» Из 10-метровой комнаты путем оптического обмана делает 40-метровую. И даже в автостопе лицо автора не искажает дополнительная оптика. Везде чистая правда. И чистая правда говорит о том, что с задницами вы не столкнетесь ни в ванной, ни в спальне, ни даже в детской. Встроенная американская кухня, объект коллективных мечтаний, четырех хозяек одновременно и единственное узкое место – это лестница на второй этаж пентхауза. Теперь и, надеюсь, последний камень в огород нашим застройщикам. И почему первичка там стоит дороже вторички, а у нас наоборот? В первичке у нас жить невозможно по умолчанию. Вторичка там требует точно такого же ремонта, как и у нас. Но в первичке там нет, не финишная отделка, а полная с хромированными ручками балконов, в идеал подогнанными мраморными полами, как минимум трехуровневым освещением, ролетами, а это удовольствие не из дешевых, выходом на балкон, а иногда и двумя из каждой комнаты. И добавив всего 10 тысяч евро, вы полностью упакуетесь всей техникой и мебелью, и на машинешку БУ останется. Ну а мы туда, куда нас ждали с утра. В гости к российской диаспоре. Вот вам пример того, что не надо мудрствовать лукаво. Сегодня и сейчас сидеть на деньгах тоже не надо. Не надо детям покупать квартиру и разрывать последние силы и чего ради. Оставьте им здесь свое. Пусть попыркаются. А мы отпырханные 20-летним экономическим перепихоном, без предварительных ласк и смазки, приедем и вы 100% оформите договор, а затем приедете, доплатив остатки, в день купив и мебель, и аппаратуру, жарить шашлык на балконе собственного дома и наслаждаться закатным солнцем, зная, что такую возможность будут иметь и ваши дети, и внуки, и правнуки. И когда ваше солнце закатится в последний раз, память вашу в каждый родительский день будет вспоминать большая семья, ибо купленная вами останется вечной ценностью, и отнять ее не вправе никто. Грамотный выбор. Что мы видим на южной части? На южной части, когда мы вот сидим в своей гостиной, мы смотрим на море. Это так здорово, так успокаивает и так красиво. А если мы посмотрим на северную часть? А если мы посмотрим на северную часть, когда утром просыпаемся, то мы смотрим горы, красивые, величавые горы. Сколько времени вам пришлось потратить на обустройство этой квартиры? На покупку мебели мы потратили всего два дня. И в тот же день они нам привезли, все поставили, все собрали, никаких проблем, и нужно только заплатить деньги, и все. Чем отличается покупка недвижимости в России от покупки недвижимости в Турции? Ну так, с позиции обывателя. Ну, отличается, конечно, очень много. Здесь все уже, как бы, продаются квартиры уже готовые, смонтированные полностью, ничего не нужно доделывать, никаких гвоздей даже не нужно приделывать, ничего не докупать. Просто пришел, мебель поставил, и все. Боязно было отдавать деньги немалые, вроде казалось бы, или бы они, в принципе, маленькие по сравнению с московскими ценами на недвижимость? Ну, когда мы заключали договор, они, конечно, были довольно маленькие, да, поэтому в сравнении с московскими, или даже с якутскими ценами, это было, ну, вполне приемлемые, нормальные цены. Но за последнее время, в связи с финансовым кризисом и с ростом соотношения доллара, рубля и евро, конечно, эта недвижимость уже в цене подскочила довольно-таки. Ну, подождем, когда наши квартирки опять потянутся туда же, и все, и опять порекомендуем всем, куда ехать. Опять порекомендуем, чтобы они покупали недвижимость на море, возле моря, в Турции, в Анталии, у Ди-Би-Ди. Конечно, ахи и вздохи – это здорово. Если эти ахи и вздохи вы сдерживаете, когда вам говорят конкретные экономические факты, да еще и лица крайне авторитетные и уважаемые, то сначала будет трезвая оценка, а затем уже восторг. Итак, насколько просто купить здесь квартиру? И что сделать, если немного не хватает денег? Итак, граждане Российской Федерации на некоторое время, будем надеяться ненадолго, забыли сладкое слово «ипотека». Ну, существуют некоторые проблемки. Если мы приехали в Турцию, слово «ипотека» для нас открыто или закрыто? На самом деле, ипотечный кредит в Турции стали выдавать иностранцам приблизительно два года назад, это с 2006 года. И условия ипотечного кредита очень похожи на условия, которые присутствуют и в России, и на Украине. То есть, какова процентная ставка, какой возраст, до которого мы можем оформить ипотечный кредит? Вот об этом конкретно бы хотелось узнать. К сожалению, в последнее время немножечко ипотечная ставка выросла. Буквально месяцев 6-7 назад она была 5-7% годовых, в зависимости от банка и от приобретаемой вами квартиры. Но на данный момент это 11,88% годовых. И, соответственно, выплачивать нужно будет сначала процентный, а только потом уже основное тело кредита. Можно ли говорить о том, что справки с налоговой инспекцией, так называемой НДФЛ-2, подходят для ваших банков? В принципе, да. Именно такая справочка и требуется. Официально она не проверяется, но, в принципе, желательно, чтобы она присутствовала. Справка о доходах и справка с места работы – это обязательные документы. Давайте проведем приблизительный кредитный расчет. Средняя сумма двухкомнатной хрущевки в Магнитогорске – это 55 тысяч евро. Мы хотим приобрести замечательную квартиру площадью примерно 100 квадратных метров стоимостью в 90 тысяч евро. Из расчета 15 лет я рассчитываю на людей возраста 35-40 лет. В принципе, существуют особые калькуляторы, которые можно загрузить на ваш компьютер. Вот, посмотрим. На данный момент у нас 11.88% годовых. При расчете с 12 месяцев – это 99 сотых. Берем кредит на сколько вы хотите? На 5-10? На 15 лет. 15 лет. Так, сколько это у нас умножаем на 12? Так, это 120. И еще 60. 180. 180 месяцев, 90 тысяч евро. Нет, мы не будем брать полностью. Мы оставим 90 тысяч минус. То есть 45 тысяч евро, получается? 45 тысяч евро возьмем. То есть из расчета того, сколько банк оценил квартиру. То есть в месяц у нас получается выплата 536.61 евро. Можно посмотреть, какая будет переплата. Сейчас посмотрим. Получается, через 15 лет переплата составит у нас на 96 тысяч 589 евро. То есть вычитаем 45 тысяч, приблизительно ровно половину составляет переплата. Но есть всегда шанс погасить досрочно кредит. Единственный минус – это штраф в 2% от оставшейся суммы. Мы запланировали приобрести квартиру в Турции. Мы запланировали наше будущее не на 15, а на 20 лет, а может быть даже и на 150. Учитывая то, что все наши дети будут покрыты заботой турецкого правительства. По-моему, такого еще не было. По крайней мере, в Турции закон обратной силы не имеет. Что мы знаем и как мы грамотно понимаем особенности инвестирования денег в Турцию? Имеется в виду социальное страхование, получение ТАПУ и дальнейшие гарантии нашим детям на нормальную жизнь. На самом деле мы оформляем вам ТАПУ и только после этого открываем ипотечный кредит. Дело в том, что если нет наличия ТАПУ, соответственно, банки турецкие не имеют права вам открыть ипотечный кредит. Необходимо что-то положить в залог. Соответственно, это приобретаемая вами квартира на территории Турции. А теперь проведем некредитный уже калькулятор. Стоимость лечения сердечно-сосудистого заболевания в России это 50 тысяч евро. Стоимость лечения сердечно-сосудистого заболевания, а оно будет, никто от этого не застрахован. В Турции это 25. То есть вот и с той суммой переплаты мы уже половину, по-моему, сэкономили. Все верно. При учете, что турецкие специалисты всегда ценились и многие европейцы приезжают за лечение именно в Турцию, в Истамбул, в Анкару и в Анталии очень хорошие находятся клиники. А чистый воздух, богатый кислородом и отсутствием железных примесей, по-моему, вообще не оценим. Ну, абсолютно верно. Приучаете, что, например, очень часто в последнее время именно российские гражданки в период беременности приезжают жить именно на территории Турции. Мы на основу, на стене, на здании, на стройке мы даем 15-20 лет гарантии. А на все остальные, то есть на краски, на электричество мы даем 4 года гарантии. Если это наша вина производства, то мы сразу обновляем, то есть сразу ремонтируем его. Мы уже 10 лет продаем здесь квартиры, но ни одной квартиры не начал ремонт делать какой-либо своих квартир. Иногда мы встречаем проблемы из наших рабочих, то есть с электричеством проблемы были, с техникой проблемы были. Если мы узнаем эту проблему, нам говорят в 2 часа ночи, в 3 часа ночи без проблем мы едем и ремонтируем. Почему, потому что люди сюда приезжают отдыхать, расслабиться, они не хотят здесь видеть стрессовую обстановку, они не хотят заниматься проблемой квартиры. Мы просто пытаемся помочь им провести здесь приятного отдыха. Это проблема стройки, это наша проблема, а не клиента.